Проверка температуры, обработка рук антисептиком, маски и социальная дистанция. Но введение ЕГЭ этого года добавились к уже привычным – паспортному контролю и проходу через рамку металлодетектора. В 41-й Самарской школе принимают уже третий экзамен в этом году. Система входа, проверка учеников, проверка оборудования была обработана и на региональной апробации и на федеральной апробации, которая проводилась в июне месяце. Поэтому к первому экзамену мы уже на 100% были готовы. И сейчас к третьему экзамену на нашем пункте уже все до автоматического режима отработано. В этом году школьные экзамены стали самыми жаркими за все время. Повлиял перенос испытаний с конца мая – начала июня на июль. Чтобы высокая температура не мешала школьникам, им разрешили прийти на экзамен в шортах и футболках. Окна в кабинетах на солнечной стороне заклеили специальными пленками, во всех аудиториях провели дополнительную влажную уборку, а в школах открыли окна. Мы сосредоточились на том, чтобы погодные условия и те вещи, которые мы реально можем на сегодняшний день сделать в аудиториях, были сделаны. Любые 2-3 градуса дают нам определенные, потому что экзамен длинный 3,55 раз, и экзамен сложный, это профильная математика, это в общем-то наши с вами будущие инженерные кадры, IT-кадры. Мне хочется, чтобы они написали этот экзамен ровным счетом на те баллы, на которые они заслужили в течение 11 лет. ЕГЭ по профильной математике в этом году сдали 9 тысяч школьников в 88 пунктах. В каждой аудитории абсолютно идентичные технологические условия. Теперь выпускникам остается только ждать результатов. Они позволят поступить на желанные технические факультеты. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.